это лесной мох вот мы его собрали и он у нас сушится вот видите здесь собираем мы его вместе с подстилкой то есть ничего не выкидываем я на видео показывал и вот здесь на чердаке здесь у нас жарко температура доходит до 60 градусов самую жару вот он так высох высыхает и мы нашли такой легкий способ него перемалывания купили вот такую сетку я сейчас покажу это строительная сетка видите она вот прям как терка надеваем намордник это у меня химический можно обычный респиратор но этот лучше и вот так вот берем и просто перетираем и он туда все лишнее остается обычно это делается в перчатках вот у нас вот там лежат перчатки чтобы руку не стереть конечно это нужно делать перчатки вот так выглядит он перетертый смотрите вот такой рыхлый тут и земли частично вот и точно так же мы перетираем и сфагнум сейчас я найду сфагнум где-то вот это сфагнум и точно так же он перетирается это очень легко когда он сухой вот ребенок у меня тут работает он работает конечно в перчатках для того чтобы не стереть руку и вот вот так вот это очень легко перетирается не надо ни ножницами работать очень легкий способ вот смотрите смотрите палкой выкидываем довольно таки легко и самое главное то что очень быстро и сразу отделяются вот тут и палки и шишки это все и все отделяется раньше мы тёрли через другую сетку я сейчас вам покажу как через какую мы раньше протирали мы раньше работали вот через такую сетку вот но как оказалось когда мы случайно увидели сетку вот такого плана все ускорилось наверное ну раз в пять минимум вот такая сетка еще хочу показать продается в строительных магазинах там где продают различную сетку я не знаю для чего она вообще используется в строительстве но вот она как как терка ну наверное не нужно большая такая большая не нужна я думаю вот такого размера вполне хватает вот это мы ее купили вот тут метр мы купили где-то сколько мы купили сантиметров 80 наверно ну наверно можно было и нам надо меньше так теперь я покажу как мы составляем субстрат так ну а сейчас как мы делаем берем сам субстрат на торфяной основе значит хочу обратить внимание многие делают ошибку они берут торф между торфяным субстратом и просто торфом есть огромная разница субстрат он готовый во-первых это торф подготавливается он раскисляется и в него вносится удобрение то есть субстрат на основе верхового торфа это не верховой торф это верховой торф плюс известили или доломитовая мука и плюс удобрение выглядит он точно так же как торф но это не просто торф если вы будете сажать просто верховой торф вы спалите растение потому что у верхового торфа во первых очень высокая кислотность он очень кислый он сожжет вам корни во вторых он не имеет никакого удобрения вот это субстрат в данном случае мы используем субстрат стендер 520 это старая партия на форум можете зайти там есть голосование кто какой субстрат использует вы посмотрите значит мы останавливаемся субстрат стендер мы его перемалываем вот так вот я это делаю руками можно это сделать через сетку которую я показывал вот и примерно значит составляющие субстрат на основу верхового торфа уже готовый в нем есть удобрение значит можно использовать субстраты с верхового торфа с добавлением коричневого торфа но не верхового значит коричневый торф считается это что-то среднее между он более минерализированный чуть чуть более разложившийся чем верховой белый сфагновый мох то есть подразделяют как бы на белый сфагновый мох торф коричневый да торф торф и черный так вот можно использовать как чисто с белого но он на самом деле не белый он просто более светлый ну называют его так белый и с примесью коричневого можно коричневый даст больше питания вот затем мы добавляем сфагума примерно такую же часть вот видите это не перетерли я показывал раньше и треть верхового мха вот получается у нас треть треть и треть лесного лесного мха да сразу убираем там какие то лишние крупные части значит если мы используем как составляющие много мха то субстрат на основе вот торфа можно использовать более питательный то есть можно брать субстрат с большим содержанием внесенного удобрения ну в данном случае вот мы берем стендер он такой пожирнее если его сравнивать например с классманом то стендер намного жирнее конечно и перемешиваем перемешиваем так вот просто ну вот выдаваем что-то лишнее потому что попадается вот в такой субстрат мы производим посадку вот готовы затем уже перед тем как сажать вы его увлажняете и и сажаете все увлажнить и также перетереть руками то есть полить и перетереть руками и в